День спиниста решили провести для детей, посещающих бассейн спортивного комплекса. Участие в соревнованиях приняли первоклассники, занимающиеся плаванием. Общее число спортсменов – 62 человека. Это 15 девочек и 47 мальчиков. Юным пловцам предстояло преодолеть дистанцию 50 метров на спине, а судьи оценивали скорость и технику плавания. Также в программу состязаний вошли заплывы вольным стилем. Чтобы поднять интерес к плаванию, чтобы родители посмотрели, что дети добились за такой короткий промежуток времени. В принципе, эта группа, которая тренируется, я сказал, до короткого времени, все проплыли, все молодцы. То есть, надеюсь, так и будет дальше. В способности метко поразить цель состязались участники городского первенства по пулевой стрельбе. В тире физкультурно-спортивного комплекса «Фортуна» в четвертой школе встретились те, кто умело стреляет из пневматической винтовки. Помимо губкинцев, в соревнованиях приняли участие представители «Муравленко». Победителей определяли по наибольшей сумме выбитых очков. Нужно с упора пострелять. Достаточно пострелять. 165 очков на ВП – 20. То есть, с упора, стоя пневматическая винтовка – 10 метров. 20 выстрелов. Кроме личных достижений, на соревнованиях спортсменам была представлена возможность защитить взрослый разряд по стрельбе. Там отважные и сильные печки храбробьются. Там и кони, и слоны доблестные дерутся. Шахматный клуб физкультурно-спортивного комплекса «Фортуна» стал местом проведения городского первенства, посвященного Новому году и Рождеству. Открытие состязаний прошло в атмосфере праздничного маскарада. На игроках надеты специальные головные уборы в виде различных фигур – от пешки до короля. После все заняли места у досок, чтобы сразиться в быстрые шахматы. От обычных они отличаются жестким контролем времени. Игроку необходимо быстро принимать решения о дальнейшем ходе. Кроме того, юные шахматисты играли на равных со взрослыми. Сегодня решили провести соревнования непосредственно в фестивальном стиле. То есть все возрастные группы играют, то есть маленькие дети играют и со взрослыми. Только награждение уже проводится, соответственно, по возрастам. Это сделано с той целью, чтобы уже маленькие дети получили достаточно хорошую практику, привыкали играть на серьезных соревнованиях. И это закаляет их характер в борьбе за шахматной доской. Так как соревнования эти фестивальные, все возраста находятся в одной группе, можно получить очень хороший опыт с другими. Можно учесть некоторые ходы, которых ты раньше не знал. Получить огромный опыт. Еще одно предновогоднее соревнование – по настольному теннису. В детско-юношеской спортивной школе «Олимп» прошло открытое первенство на призы Деда Мороза. В нем приняло участие 27 юных спортсменов. Концентрация, ловкость, умение контролировать мяч и провести атакующий маневр – лишь малая часть того, что необходимо игроку для победы. Соревнования проходят в динамичной атмосфере, и именно за это настольный теннис пользуется среди любителей спорта заслуженной популярностью. Мне нравится теннис. Думал поиграть в теннис. Я используюсь уже много тренеров, подготовиться к другим теннисным турнирам. В основном я фанат тенниса настольного. Это хорошая игра, где можно побегать. По итогам игры Игнадий Скиба стал победителем в абсолютном первенстве. До Нового года в Губкинском пройдет еще ряд соревнований – по плаванию, боксу и карате. Валерий Усманов, Алексей Магин. Новости Губкинского. Продолжение следует... Продолжение следует...